Приветствую вас и ситуация ваша покова, что вы запутались по той причине, что муж, которого вы в общем-то и в целом любили и наверное даже любите еще, от которого у вас ребенок и с которым у вас наладим быть, есть общее хозяйство, есть собственно говоря в жизни образованные навыки поведения. Этот мужчина, отец ребенка, проявил себя как ненадежный человек, как ненадежный партнер, с которым мы перестали чувствовать себя женщин. Специальные упреки, скандалы и так далее, все это не идет ничего на пользу ни вам, ни ребенку. Из вашего письма не совсем понятно, насколько сильно у мужчины злоупотребление алкоголем, то есть имеет ли место быть, скажем, алкогольной зависимость или нет. Но факт остается факт. Жизнь с ним для вас стала адом. И вы, ничего удивительного что вы, будучи молодой женщиной, обратили внимание на мужчину с другого, правда старше вас, который стал для вас палочкой в ручалочка, который стал для вас символом свободы, символом счастья, из которого у вас вспыхнул страт. Далее вы пишите, что муж ваш попросил вас вернуться и сказал, что бросить пить. И вот тут немножечко непонятно, вы пишите, что пронесли на три недели, вы решили вернуться к тому мужчине. Муж вас обманул? Муж вас, муж начал продолжил пить или он просто перестал вас удовлетворять? В любом случае, так достается фактом, что раз вы к мужчине вернулись и ушли от мужа, нажать с ним своего будущего, вы уже не видите. Равно как не видите его из мужчины. Почему? Ответ на достаточно просто. Дело в том, что мужчина, удовлетворив вашу потребность в том, чтобы быть женщиной, удовлетворить вас в том, чтобы чувствовать себя привлекательной, желанной и так далее. По сути, больше вам ничего дать не может. Он не родной вам. По крайней мере, вы так это чувствуете. И его неродственность мешает вам с ним сблизиться окончательно так, чтобы он стал достойной заменой мужа. И вот в этом кроется беда. Мужчина выступал как замена мужа. Замена мужа в том, что не давал ваш супруг. И какое-то время это, конечно, вас удовлетворяло. Но потом, потом перестал. «Знаете, вы запутались потому, что у вас нет как договых чувств не к мужу, который своими пьянками, посиделками, скандалами, упреками, оскорблениями их уничтожил. И нет чувств к мужчине. Потому что мужчина, несмотря на то, что он хороший, несмотря на то, что он дарил вам страсть, несмотря на то, что у вас была к нему страсть, это была именно страсть. И она прошла. А после того, как страсть прошла, выяснилось, что больше ничего нет. К мужчине. И к мужу ничего нет. И именно поэтому вы мечетесь из одной стороны в другую. С одной стороны вас тянет к мужу. Потому что там стабильность, там оплот, там все родное. С другой стороны, вы понимаете, что мужчина, скорее всего, пить не бросит. И потому возвращаться к нему не хочется. Вы боитесь упреков. Вы не можете ему доверяться. А другой мужчина вроде бы вас во всем удовлетворяет, вроде бы во всем отвечает вашим требованиям. Но при этом чувств у вас не нет. В этой ситуации сделать нужно так, чтобы вы адекватно оценивали происходящее с вами. Мужчина, другой мужчина, не муж, свою роль, свою задачу как таковую выполнил. В чем заключалась? В том, чтобы можно сказать, из классической жены, то есть, которая ждет мужа после посиделок с друзьями, пьян. Вы превратились в женщину. Женщину, знающую, чего она хочет. Женщину, ценящую себя. Умеющую защищать свои интересы и имеющую собственные цели, желания и стремления. И никому, что важно, не позволяющую их нарушать, их ущемлять. И на этом, как ни странно, мужчина свою роль выполнил. Больше он вам дать не может. И вы это чувствуете. И потому связывать с ним свою жизнь, если говорить про возможный вариант развития событий, связывать с ним свою жизнь, вам стоит лишь при том условии, если, скажем так, чувственная составляющая для вас не важна. Возможно, это в том случае, если вот вы в мужа были влюблены, вы его любили, он любил вас, у вас был роман, были искренние чувства, потом брак, потом ребенок и все. Если вы считаете, что с чувствами вы пожили и готовы ради ребенка создать спокойную и гармоничную семью, то мужчина, который старше вас, он идеально под эту роль подойдет. Он вас всем обеспечит, он будет о вас заботиться, он все для вас сделает, все будет прекрасно и все будет хорошо. Если вы на это готовы. Если вы готовы жить ради ребенка, только если вы готовы жить без чувств. И если вы готовы к тому, что вот это вот состояние, когда у вас вспыхнула страсть, может прийти вновь. Потому что если человек в отношениях не любит, то эта любовь может вспыхнуть позже к другому и совершенно неожиданно. Если для вас чувственная составляющая важна, тогда делать нужно следующее. Попробовать, безусловно, если к уменьшению у вас еще остались теплые чувства, попробовать к нему вернуться. Кто знает, может быть он действительно исправился, переосмыслил свое отношение и к себе, и к вам, и к ребенку, и к семье, и пить больше не будет. Правда, зависит это от того, насколько мужчина от алкоголя пристрастен к алкоголю. Потому что есть ведь просто пьяницы, которые любят выпить, которые хотят пьют, и которые не хотят, не пьют. А есть алкоголики, которые хотят пьют и не хотят, тоже пьют. И если ваш мужчина именно такой, то есть алкоголик, то жить с ним, безусловно, вам будет сложно. Потому что это отдельная тема для разговора. Алкоголик не лечится, но мужчина алкоголик – это постоянная борьба с тягой к стритному, мужчина алкоголик – это постоянная часовая бомба, это постоянное напряжение и так далее. Конечно, есть те, кто живут с мужьями алкоголиками и живут весьма неплохо. Но это те формы алкоголизма, которые принято называть тихими. То есть, мужчина вот он сейчас выпьет и ему больше не надо. Он не скандалик, он спокойный, он добрый, он не буйный, ничего. С ним жить можно. Если как у вас, то вряд ли. К сожалению, вряд ли. То есть, тут нужно понять, насколько мужчина освободился от зависимости. И если, еще раз повторю, чувства к вам, у него есть, у вас к нему тоже что-то сохранились, то попробовать с ним построить что-то, безусловно, может. дать ему еще один шанс. Но быть очень осторожным. Если заметить, что мужчина опять возвращается к тому, что было, то все. Никаких шансов вам, наверное, думать о ребенке. У него желательно организовать нормальное детство, счастливое детство, без постоянной нервотрепки. И стоит ли говорить, что это невозможно, если рядом будет мышка, которая постоянно пьет. Это все справедливо для вас. Если чувства есть. И если вам есть куда уходить. Ну, то есть, ситуация, которую вы описали, что вы жили с мужем, потом ушли к другому мужчине, как бы намекает на то, что в своей жилоплощаде у вас, куда бы вы могли одна с ребенком уйти. Соответственно, вряд ли у вас есть возможность снимать жилье. И если это действительно так, то есть нет ни родителей, у которых можно пожить, или родители есть, но вы не хотите к ним приезжать и их нагружать. Так бывает. Тогда вопросы немножечко меняются. Вопросы немножечко меняются. В таком случае рисковать вам своим комфортом, значит, давая шанс мужу не стоит. Не стоит потому, что слишком велик шанс возвращения мужчины к алкоголю. Ведь человек употребляет алкоголем не просто так. На то и есть достаточно серьезная причина. И если эту причину не устранить, изначальную причину, по которой он начал употреблять алкоголь. Ведь смотрите, он употреблял его периодически до рождения ребенка. Потом ребенок родился, и он начал употреблять его постоянно. Значит, что-то изменилось. Что-то мужчина заставляла это делать. Вот это причина, по которой он постоянно начал употреблять алкоголь, нужно выяснить. выяснить до тех пор, пока вы не приняли еще решение. Может быть, пока вы с мужчиной, можно попробовать встретиться с мужем и с ним поговорить. Попробовать выяснить, почему он начал пить, почему он начал пить постоянно и так далее. И если то, что он вам расскажет, вас удовлетворит, вы поверите, и вы вместо придете к решению достаточно четкому, чтобы серьезно полагать, что такого не повторится, то можете попробовать. Но только при условии вашей полной уверенности. Если таковой уверенности у вас нет, то и для ребенка, и для вас наиболее верным решением будет остаться у мужчины. Почему? Потому что ваша тяга к мужу объясняется тем, что подавая на развод, вы как будто бы теряете что-то родное. Вы как будто бы теряете что-то близкое к себе. На деле это образ семьи. На деле это образ мужа, который на отдалении теряет свою непривлекательность, теряет свои минусы. Постепенно в вашем воображении он становится тем, кого вы когда-то любили, и вас начинает к нему тянуть. Тем более, что вы рискуете потерять. Все-таки за, как вы пишете, за три года вполне можно что-то нажить, да, какое-то хозяйство, имущество, ребенок. Со всем этим сложно расставаться. Проблема в том, что при прочих и равных условиях, то есть при отсутствии вот этих вот решений, при отсутствии конкретного выяснения по поводу причин заставивающих мужа постреблять алкоголь, это лишь только ваш образ. То есть вы так представляли, вы за это боролись, и вы сейчас именно застаете с этим. С тем, что есть у вас воображение. Не потому вам жаль, потому вы сомневаетесь. В действительности это существует только в вашем воображении, и нигде больше. А если мужчина ничего, ваш муж, ничего не пообещает, никакому решению вы не придете, ему не поверите, и уверенность в том, что он бросит пить, не обретете, то это только лишь ваша элизия и не более того. Вы знаете, говорить о том, что вам делать в этой ситуации, безусловно, нельзя. То есть, я бы не стал говорить, вот вы однозначно или оставайтесь с мужчиной, или оставайтесь с мужем. Объективно, как таковых, черт, у вас нет ни к тому, ни к другому уже. Но поскольку с мужчиной, с другим мужчиной, с новым мужчиной, у вас все более-менее гармонично, то ради ребенка вам можно быть с ним. Просто потому, что он хотя бы сможет помочь вырастить малыша здоровым, счастливым и сыном. А вам необходимо думать о ребенке. Но, с другой стороны, никто не вправе ограничиваться того, чтобы быть счастливым самостоятельным. И вам нужно быть счастливым, чтобы быть счастливым малышем. Поэтому, если чувства для вас важны, если вы готовы рискнуть с мужем, то тогда это для вас выбор. То есть, нужно посмотреть, что именно для вас важнее. Чувство или комфорт. И если чувство, а с мужем вы знаете, у вас ничего не получится, то тогда нужно серьезно поговорить с мужчиной. И, наверное, постараться выяснить у него, как он относится к тому, что вы будете с ним, но не все время. Понимаю, звучит это не очень приятно. Лучше быть честным с ним, хотя бы, потому что он хороший человек. Лучше быть изначально честным и спросить у него, как обстоят дела. То есть, как мужчина отнесся бы к этому. Если он не согласится, такова вероятность довольно большая, что он не согласится быть с вами, пока вы не влюбитесь в кого-то другого, то тогда вам нужно говорить о том, чтобы пожить у него до тех пор, пока не будет развода, пока не будет совершен раздел имущества, пока квартира, в которой вы жили с мужем, не будет разделена пополам. И тогда, возможно, вам надо скупить свою жилку, где вы и будете жить уже с ребенком одна. И вот тогда реальная возможность для построения своей личной жизни у вас появится. Но все это зависит исключительно от ваших желаний. На этом все. Вроде бы основные моменты я описал. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения. Спасибо за просмотр! Удачи! Мы с вами с вами. Моя повторяйте! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...